Летнее утро, квартиры должников. Такова диспозиция работы сотрудников службы судебных приставов. В городе 6 тысяч исполнительных производств по алиментам. Общая сумма задолженности больше 1 миллиарда. Ко всем алименщикам нужно прийти и проверить имущественное положение. Сергей Вадимович, ваша задолженность составляет 152 тысячи и в счет погашения долга мы арестовываем ваш компьютер. Сергей должен ребенку 150 тысяч рублей. За невыплату его уже привлекали к административной ответственности. Теперь 60 часов ему нужно будет трудиться на благо города. Мне сказали там месяца два, короче, надо где-то найти официальную работу просто, чтобы все официально было и все нормально будет. Почему не платите алименты? Ну я не официально платил. А сейчас я с ней поругалась, она в отказ пошла. Я сказала, я ничего не буду подтверждать, что ты мне что-то давал. И вот они мне говорят, чтобы такого больше не было, иди официально устраивайся, чтобы все было через лицевой счет и будет все нормально. А приставы отмечают, такие случаи бывают регулярно. Поэтому, перечисляя деньги ребенку, нужно писать расписки, отдавая подарки, сохранять чеки. Не по-семейному, но зато подстрахуют. Такие случаи у нас довольно частые в практике. Когда они приходят к какому-то соглашению, договариваются на какие-то суммы, алименты выплачиваются. Потом, да, настает какой-то момент, когда даже, как он сказал, они разругались, они предъявляют лист. Причем законодательством у нас предусмотрено, что алименты мы можем взыскать за три предшествующих года предъявлению исполнительного документа. А это Екатерина. Ее сын живет в детском доме, а женщина недавно вышла из колонии, где 9 месяцев коротала срок за неуплату алиментов. А в Центр занятости обратились? Обращалась, но они только список дают, они берут на работу из-за судимости. Вот вам направление в Центр занятости? Угу. Обязательно вставайте. Все же уголовка в прошлом не единственная причина проблем женщины. Молодцы сидела на колонии поселения 9 месяцев. В пятый раз может привлекать? Нет, уголовный-то второй. Административный. Административный. В пятый, да. Так пятый или первая? Какая уголовная ответственность? Вторая. Екатерина лукавит. Уголовный срок в ее жизни уже пятый по счету. Выводов, увы, не сделано никаких. Как правило, у таких должников имущественное положение проверяется, устанавливается, что имущества, подлежащего описи, аресту нет. Соответственно, к данным должникам мы применяем профилактические меры и уже крайние меры, такие как привлечение к административной, а затем мы к уголовной ответственности, собственно, наказываем их за неуплату алиментов. Если горе родители работают в колонии, то денежные средства удерживают и перечисляют детям. Но не все должники хотят трудиться даже за решеткой.